Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 31 октября. Вот сейчас перед этим видео я уже рассказала о длительном хранении томатов. Что вы должны знать, хотя бы вот общие такие основные знания. Потом рассказала о сорте банановые ноги. Моя оценка по итогам этого сезона. И сейчас я закончу разговор о сроках хранения семян. Вчера было видео о сроке хранения семян. Я обещала показать вот эти таблицы в конце и рассказать, стоит ли хранить долго семена. Я вчера снимала все это, но так как у меня нет видеооператора, и я сама не увидела, что камера давно села и выключилась. И целый видеоролик я разговаривала сама с собой, никто меня не снял. Сегодня будем переснимать. И сразу я хочу сказать, сегодня прочитала комментарии. Мне, конечно, не очень приятно, но с другой стороны, вроде он и меня не должен касаться. Когда мне пишут, много замечаний пишут по поводу качества съемок. И вот одна зрительница написала, что я вас уважаю, ваш энтузиазм. Но не надо снимать видеоролики у монитора или читать с пачки. Это мы сами можем сделать. Делайте видео, снимайте там где-то в огороде, потом монтируйте. Я еще раз говорю, ничего этого делать я не могу, потому что, ну, во-первых, у меня просто элементарно не хватает времени зимой снимать в огороде. А если сорт новый, и я всю информацию беру с интернета, почему бы мне не прочитать с монитора? Я не могу сказать, что это моя информация. Если я говорю с интернета, я честно, ну, если я беру с интернета, я честно говорю, что это не моя с интернета, вот прочитала с этой статьи. И вообще я ей написала, что не слишком ли высокие требования вы мне предъявляете? Вы не забывайте, что мне почти 60 лет, у меня такой огромный огород, мне надо вырастить 2000 сортов, а вы, 2000 кустов, а вы хотите, чтобы я еще сидела, монтировала, хотите сделать с меня профессионального видеооператора, видеомонтажера, но с меня уже это не сделаешь, все уже, время ушло. Это вам надо заходить на сайты к молодым авторам, а я вот такой автор, как могу, так и снимаю, вот что могу, то и рассказываю. Как я говорила, я как Чукча, лесом еду, лес пою. И если я летом не успеваю что-то снять или что-то там показать, иногда бывает жара, я уже говорила, что 60-летние люди, все сопутствующие, и больная спина, и суставы, и сердце, у меня еще астма, вы от меня многого не требуете, все, я вам не дам никогда качественных фильмов вот таких, состоящих из 8 частей, видеомонтаж только освоила, и то у меня получается через раз. Мы вот так, немножко примитивно. Так, а теперь о семенах закончу, о сроках хранения. Я вчера рассказывала, что у семян очень длительные сроки хранения, вот, например, приводила пример томаты и огурцы по 10 лет, но ведут они себя все по-разному. Если томаты и в первое, и второе, и третье, и почти до седьмого года у него большая всхожесть 75%, то огурцов первый год плохая всхожесть, потом хорошая поднимается, а к седьмому году уже указано 10-18%. Так стоит ли, есть ли смысл набирать семена на долгие сроки и хранить подолго, подолго, по много лет? Я сейчас вот, когда камеру сниму, я поднесу к таблице, и вы посмотрите, какие сроки хранения у всех семян. Для чего я снимаю это видео? Для того, чтобы эти таблицы вы можете все увидеть и в интернете. Но когда вы смотрите, что срок хранения указан 10 лет, вы не забывайте, еще покажу вам вот эти результаты исследования, что на протяжении этих 10 лет он ведь по-разному себя показывает. Например, если первые 2-3 года его есть смысл хранить, а остальные, когда у него 10-15% схожести, может быть его не стоит хранить 7 или 8 лет, набрать качественных семян на 3 года, а потом повторить сбор еще раз. И еще что хочу я вам сказать, это очень важно. Нет смысла хранить семена плохие, когда год неудачный, когда лето дождливое, когда помидоры, например, у вас были невкусные или вас поразила какая-то болезнь томаты. Лучше наберите на один посев на будущий год, ну чтобы не потерять сорт, посеете, и возможно на будущий год будет год более удачный, будут плоды такие хорошие, сладкие, вызревают, будет сухо, и вы тогда наберете большое количество на все оставшиеся там 8-10 лет. Я вот, например, делаю так, у меня есть коробочка, я ее называю капсула времени для потомков, для меня, то есть через 5-7 лет, и я раз в 5-6 лет восстанавливаю, я вот, например, сейчас про томаты буду говорить, раз я на ней специализируюсь, я восстанавливаю эти запасы раз в 5-7 лет и выбираю год самый удачный. Например, 2007 год у меня был очень плохой, у нас в июле нас побил град, вот как раз дырки на теплице, вот почему черная крыша стала, потом все томаты были вот эти крупноплодные в фазе вот такой меланжевой зрелости, они уже начали созревать, и их, представьте, пробило градом вот такие дырки прям, даже колышки сбивало, вот, ссекало, все поломало верхушки у томатов, и, конечно, в этот год я даже не мечтала о том, чтобы набрать семена на 5-6 лет, я брала на один следующий свой год, потому что, смотрите, вот эти ранки, томат еще недозрелый, я с таких томатов не беру семена, потому что хочется, чтобы он немножко был покраснее, и чтобы он там в материнском чреве, как растолстел, набрался силы. Но дожидаясь, когда они поспеют, я получила такой результат, что вот эти ранки все стали чернеть, загнивать, это было хотя не заболевание, но все равно это была травма, и вот эта чернота, гниль, она пошла, и мне приходилось какие-то томаты вообще выбрасывать, какие-то томаты вот эти дырки вырезать, а с этих выбирать семена. Этот год был неудачный, и в тот год я семена на длительное хранение не собирала. Зато в этом году, 2019 год, прекрасный, идеальный год для сбора семян. У нас было сухое лето, у нас не было вообще дождей. Даже, несмотря на то, что томаты чуть-чуть были меньше размером крупноплодные, но они были все сладкие, сахаристые, повышенное содержание сухих веществ, повышенное содержание сахара. Вот такие семена в них были, и в этом году, естественно, я со всех этих сортов, которые вот в этом году 300 у меня было, сейчас собрала семена, положила, и вот этими семенами я буду в течение 5-6 лет пользоваться. То есть, с тех сортов, которые нынче набрала, ни на будущий год, ни через 2 года, ни через 3 года собирать семена я не буду. Этим я себя освожу на последующие 5 лет, буду собирать только с новинок, а эти семена с удачного, сухого, жаркого лета будут у меня, может быть, намного качественнее, чем те, которые я собрала бы через 3 года, но в дождливое лето, когда в томатах повышенное содержание воды, когда они водянистые, когда они кислые, когда они, возможно, там будут какие-то подгнивать из-за сырости, у них будет трещина. Но обычно, когда дождь, они трескаются, там начинается гниение, и вы это должны понимать, что когда вы собираетесь хранить семена долго, вот, например, собрали вы с помидорки, вы сразу подумайте, стоит ли вам хранить эти семена 8-10 лет, может быть, вы дождетесь, на следующий год наберете хорошие, а эти можете выбросить и не сожалейте о них. Сейчас я выключу камеру, поднесу ее вот к этой таблице, и еще несколько слов пояснения скажу. Вот те самые таблички сроки хранения. Если мы посмотрим, как я вчера уже говорила, вот именно по огурцу и по томату хочу вас сравнить. Вот смотрите, написано огурец. Ой, блин, вот он. Огурец 10 лет. Потом ниже томат, тоже 10 лет. И многие, посмотрев такие таблицы в интернете, они же тут не указаны, что с какой потерей всхожести эти 10 лет, какой овощ семена потеряет всхожесть, а какой не потеряет. И это мы можем знать только на основании своего опыта или на основании каких-то дополнительных таблиц, что нужно смотреть. Вот я нашла результаты исследования всхожести вот по истечении год, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Конечно, я не утверждаю, что это прям точно с точности до процента, но примерно тенденцию мы отследить можем. Если мы видим огурец, первый год, у него смотрите, какая низкая всхожесть, 83-87, а некоторые люди говорят, что еще меньше, 50% может не взойти, то второй и третий год у него заметно прям повыжается, 97-96. То есть огурцы второй и третий год, схожесть прекрасная. Так, это у нас второй и третий год. На четвертый год начинает падать. А седьмой год, вот о чем я говорила, снижается до 10-18. Так тогда стоит ли хранить семена огурцов в 7 лет? Лучше набирать на 3 года и потом остаток их выбрасывать. А томаты у нас, смотрите, наоборот. У них вот первый год, 86. Я буду вторую цифру читать, ну как, чтобы побыстрее. Второй год, 94, потом 86, 84, 78, 76, 75. Вы видите, что на протяжении всех 7 лет схожесть примерно одинаковая. У них нет скачка, что вот, например, первый год очень низкая, а второй, третий вскакивает, подскакивает, а потом седьмой год опять низкая. И вот на основании этого, то, что я хочу вам донести, как раз именно то, что стоит ли хранить семена по многу лет? Тут мы должны знать, какие семена мы можем хранить, и они прекрасно себя покажут. А какие семена 2-3 года и лучше вообще выбросить? Это вот тема для размышления. Это опять еще раз доказывает то, что ко всему нужно подходить обдуманно, внимательно. И тогда у нас не будет разочарований. Тогда мы будем получать огромные урожаи, они нас будут радовать. Ну и мы сами будем ими радоваться. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok